Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Я далеко не суеверный человек, более того и церковь отрицает всяческие суеверия и приметы. Но вот такая история случилась в нашей семье. 8 лет назад у моей мамы был юбилей. Гостей было немного, родни в городе нет, а друзья, кто болеет, кто ушел от нас навсегда. Сами понимаете, какие дни рождения в пожилом возрасте. Словом, пришли те, кто мог. Мамин день рождения приходится на церковный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. Пришла и мамина приятельница, очень такая добрая, внимательная женщина. Все у нее миленькие и любименькие, как положено с подарком. Зашла в гостиную, где уже собрались все, и почему-то растерялась, увидев гостей. Давай к тебе в комнату пойдем, я там тебя поздравлю. Предложила она маме. Мама сказала, что нет секретов ни от кого. Да и не надо особо изошвяться в поздравлениях, можно и здесь при всех. Тетя Катя немного как-то смутилась от этого и протянула маме подарок. Но маме было тяжело взять его. Она за другим концом стола сидела, да и болела она уже на тот момент. 5 лет ходила еле-еле на костылях по квартире. Она попросила отца принять пакет от тети Кати. Отец взял подарок и, как полагается, поблагодарил и развернул его. Это оказалась икона. Со встроенной подсветкой, работающей от электросети. Самое главное, со следами ремонта. Но это мы потом рассмотрели. Хотя нет, самая главная икона оказалась католической. Это мы тоже узнали потом, так как не особо сильны в таких тонкостях к стыду своему. Прошел день рождения, все было хорошо, но на третий день отца не стало. По какой-то роковой случайности в вентиляционную трубу на кухне попал голубь. Отец его стал спасать, вытащил и умер. Скорее всего, переволновался, когда ловил птицу. Во всяком случае, у отца было больное сердце, и ему, конечно же, нельзя было прыгать и волноваться. То есть, логическое объяснение произошедшего имеется. Возраст и здоровье. Случилось то, что случилось. Тетя Катя пришла к нам проститься с отцом, и первые ее слова были «Я здесь не виновата», хотя ее никто и не обвинял. Уже потом, когда пришла одного церквленная знакомая и спросила, откуда у вас икона, заметила, что она не православная. Отнесла я ее в католический костел. «У нас есть в городе». Не знаю, правильно это или нет, но сделала это из-за мамы. Не хотела, чтобы икона дома оставалась, и винила себя в смерти отца. Не возьми он подарок, остался бы жив. Предрассудки. Единственное, мы стали замечать, что если придет к нам тетя Катя, то кто-нибудь обязательно заболеет. Или сразу вечером или на следующий день. Бывает, что просто простуда, а бывает, что скорая помощь нужна, а то и с попаданием в реанимацию. Просто так случается. Плохая какая-то энергетика, что ли? Не знаю. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.